Ну, не только гармонь это наше все, смеем предположить, без обид, Александр Сергеевич, без обид, мы сейчас и даже не про вас, мы о том, что, в общем, последний мент, второй сезон, это тоже, можно сказать, наше все. Ну, наше здесь все, это точно. Сергей Удовик, он же Николай Терехов, тот самый судмедэксперт, который то ли муж жены Куценко законный, то ли более законный и так далее. Доброе утро, Сергей. В общем, все сложно, статус все сложный. Все сложный. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Питеру, доброе утро. Сергей, и сразу давайте к вашему образу перейдем. Вот Николай Терехов, еще раз повторю, судмедэксперт. По фильмам мы уж так воспитаны, что это люди циничные, со своеобразным чувством юмора и такие немножко наотмашь. Вы, я имею ввиду, сейчас я обращаюсь к Терехову, вы абсолютно другой персонаж. Это, скажем так, ваша заслуга или так было прописано в сценарии, или как-то все вместе получилось? Нет, это сценарная заслуга сценаристов, потому что у меня опыта общения с этими людьми не было. То, что написано, то и то, что я вижу, то я и воспроизвожу на экране. Это благодаря только нашим сценаристам. Но неужели ничего своего в этом нет? То есть, вот как вы так и творчески, актерски, абсолютно грамотно перенесли. Неужели нет такого, что, ну, и вот такая красочка, это вам от меня? Есть, потому что все, что на экране, это я и есть. Я же не могу, вот мне 51 год, я же не могу придумать другого человека. Я какой родился, сколько прожил, это все на экране и видно. Ну, команда очень классная у нас. Пытаемся что-то придумывать, честно, пытаемся. По сюжету Терехов самый счастливый герой проекта. У него любящая жена, послушная дочь, дочь Гоши Куценко, все-таки известная. И у любящей жены еще и муж есть запасной. Первый, первый, ничего так, да, известный. Нет, если серьезно, мне вот интересно, как вам самому кажется, за какие такие заслуги Терехову все это досталось? Я думал, когда читал, я задал вопрос, говорю, ну, как так можно от такого классного, как дивов, как можно уйти опять по второму разу к этому человеку? Я задумался, говорю, ребят, нам никто не поверит. Да. А потом стал задумываться, что это за люди вообще. Я считаю, что медики, медсестры, это святые люди. Я всегда с большим интересом, если у меня есть возможность, общаюсь с представителями этих профессий, потому что для меня это небожители. Я не понимаю, они знают то, что не знаем мы. Они знают рождение, принимают нас в этот мир и прощаются с нами. Есть занимательнейшие люди. И среди этих профессий тоже, я имею в виду среди патологоанатомов. Я этим заняться бы не смог никогда в жизни, потому что даже глядя на то, что нам девочки, да дай бог, потому что когда даже нам девочки делают, извините, там раны страшные, там на столе лежат якобы у нас умершие люди, иногда даже подходить страшно. Настолько они делают это натурально. Правда, пару раз я аж испугался, потому что это было жуткое зрелище. Даже силиконовое все это, это страшно. Ну, давайте какие-то отдельные люди. Сейчас давайте, Сергей, мы буквально на пару минут от медсестер перейдем к стюардессам. И дело не в моих фантазиях, а таков такие просто обстоятельства нашей программы. А мы сейчас возвращаемся к тому человеку, который имеет право быть не в форме, ну, в смысле, не носить ее, к судомедэксперту Николаю Терехову, он же Сергей Удовик. Сергей слэш Николай, вопрос к Николаю. Гоша Куценко в одном из интервью восхищался вашей способностью произносить вот эти термины, стало быть, запоминать весь этот сложный, научный, профессиональный текст. Скажите, это ваша замечательная память, актерская способность, или вы понимаете, что говорите? Стараюсь понять, понять это очень сложно. И память, к сожалению, плохая. Зубрю, просто сидишь и дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. А я все-таки хочу вернуться к личности Терехова, потому что мне она, личность, очень интересна. Ведь он такой принципиальный, правильный человек. Вот какие качества Терехова близки вам в жизни? Ну, вот вы их и перечислили. Они все во мне, наверное, и есть. То есть вы тоже принципиальный, да, такой по жизни человек? К сожалению, даже излишне бываю. А это вот, к сожалению, действительно мешает в профессии, да, порой, наверное? Мешает, мешает, потому что все-таки актерская профессия предполагает, ну, не скажу, что подчинение, ну, какое-то лояльное отношение иногда и к непонравившимся тебе даже предложениям, ну, это профессия. Ну, и сживаю с годами, и сживаю, стараюсь. Ну, наверняка сейчас, Сергей, нас смотрят те телезрители и те телезрительницы, которые принимают участие в акции Пятого канала. Как известно, главный приз этой прекрасной акции – это ужин с самим Гошей Куценко. Ну, для начала надо поучаствовать в расследовании, да, вместе с, соответственно, Дмитрием и Васильевым, предположить, угадать и тогда... Добрать наибольшее количество очков, стать победителем, и тогда будет ужин с Гошей Куценко. И вот очень хочется попросить вас, Сергей, раскрыть нам тайну, какой... Кто платит во время ужина? Нет, это какая разница? Нет. Какой Гоша Куценко, когда камеры выключаются? Какой он в жизни? К чему потенциальная победительница готовится? Я бы, честно скажу, я бы поборолся за Гошку, потому что я с ним в полтора года, это не самый большой срок для человеческих знакомств и взаимоотношений, но знал я его достаточно, я думаю, хорошо, удивительный человек. Ну, правда, вам понравится с ним пообщаться вне киноэкрана. И простой очень, по-моему, да? Совершенно вот нет этой звездной болезни. Вот я очень боялся, потому что работать долгий проект с непонравившимися тебе людьми, это каторга, но тут мне просто повезло. У меня нет ни к одному из моих партнеров, а к Гошке, это просто искренняя любовь и уважение. Спасибо вам огромное, Сергей, тем более, что у нашей акции рабочее название появилось. Какое? Борис Загошку. Борис Загошку? Он простой. Борис Загошку. Да, это предложение Сергея, мы на рассмотрение его оставляем. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Долгих сезонов, я бы так сказал, вашему творческому герою, и вам долгих лет и хороших ролей. Спасибо большое. 19 минут встретимся, ну теперь уже в усеченном варианте, но мы с Дашкой будем. Продолжение следует...